Здравствуйте! На портале Экзогиат.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами обратимся к 4 стиху 18 главы 4 книги Царств. В ней говорится о реформах царя Иезекии, благочестивого царя, который ревнует о чистоте культа. Он истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Эпизод с медным змеем возвращается несколько раз на страницах Священного Писания. Прежде всего он появляется в книге Чисел, в 21 главе, совсем короткая история странствований в пустыне, когда Моисей воздвигает медный змей. Затем в 4 книге Царств, затем в книге Премудрости Соломона будет упоминание о медном змее. И, наконец, самое интересное, это, конечно, в Евангелии от Иоанна. И все это говорит о том, что в памяти народа до сих пор медный змей остается не просто каким-то символом, но архетипом. В чем отличие? Символ – это всегда некий знак, который указывает на присутствие другой реальности. Мы совершаем священодействие, мы прикасаемся к какой-то видимой реальности, но в действительности мы соприкасаемся с чем-то, что стоит за ней, с какой-то священной реальности. Это символ. Архетип – это нечто большее. В действительности эта реальность, скрытая от нас, вдруг говорит через этот архетип, заставляет нас задуматься, нам что-то открывается. И о чем же говорит эпизод, связанный с медным змеем в пустыне на протяжении многих-многих столетий, тысячелетий, с поколения в поколение? Прежде всего, давайте вспомним этот знаменитый эпизод, который стал излюбленным сюжетом религиозной живописи. В 21 главе книги «Чисел» рассказывается о том, как народ, приближаясь к южным пределам обетованной земли, и вдруг устает. Ему кажется, что проделанный путь слишком долгий, и та небесная манна, которую народ получает каждый день для того, чтобы не погибнуть от голода, у него вызывает отвращение. И в результате народ поднимает бунт против Моисея. Чтобы вразумить народ, Бог посылает огненных змей. В синодальном переводе говорится о том, что это ядовитые змеи, и действительно, укус этих змей действует как ожог. И человек умирает в какой-то мучительной агонии, как будто он умирает в огне. Поэтому этот образ огненных змей или ядовитых змей – это одно и то же. И мы понимаем, что этот внешний образ является зеркальным отражением какой-то внутренней реальности. В действительности тот яд, та злоба, насилие, которое бушует в сердцах израилетян, вдруг находит свое воплощение в этой внешней реальности, которая является знаком того, что происходит внутри, в сердцах людей. И когда уже оставшиеся в живых, в конце концов, раскаялись, осознали свою вину и воззвали о милости, то Бог повелевает Моисею сделать медного змея, водрузить его на древке, и те, кто ужален этими змеями, взглянув на него, останутся в живых. Некоторые религиеведы здесь и видят какие-то элементы магии, потому что подобное исцеляется подобным, поэтому вот тот змей, который изображен из металла, становится каким-то заклятием, амулетом от укусов тех змей, которые похожи на него, его собратья, сестры, и представляют опасность для людей. Археологи в этих землях нашли медные копии. И действительно, во времена Моисея уже здесь добывали медь, и археологи поэтому находят предметы в виде змей, потому что здесь тоже действительно водились змеи, и поэтому все становится на свои места. Археологи могут ликовать. Есть какое-то историческое подтверждение этому эпизоду. Но гораздо важнее увидеть в этом именно какой-то архетип. Мы находим этих медных змеев в великом множестве, но то, что делает Моисей, он водружает на древке, на столбе этого медного змея, для того, чтобы на него можно было взглянуть. Просто предмет, который лежит плащмя, не может служить для исцеления человека. Обязательно он должен быть помещен на высоте, для того, чтобы каждый, кто взглянул на него, обращая свой взгляд ввысь, получил исцеление. Итак, почему же царь Язекия удостаивается похвалы за то, что он уничтожил тот предмет, который был сделан Моисеем? И мы здесь можем догадаться, что речь идет не в том, что Моисей совершил нечто предосудительное, а Язекия исправил эту ошибку. Дело в том, что Моисей не создавал этого медного змея для того, чтобы ему воскуряли фимиам, то есть для того, чтобы он служил предметом культа, поклонения, потому что фактически он становится идолом со временем, ему даже присваивают имя, как будто это некая живая сущность. Именно этот элемент язычества, идолопоклонства возмущает благочестивого царя Язекию, и против этого он восстает. И действительно, если мы плавим медь, и из нее делаем какое-то изваяние наподобие животного, то мы очень близко подходим к тому, что совершил народ с золотым тельцом. Фактически это всегда попадает под нарушение заповеди диколога. Не говоря о том, что здесь налицо откровенное злоупотребление, потому что воскурять фимиам, совершать жертвоприношение, оказывать божественные почести предмету, изготовленным руками человека, конечно, является прямым злоупотреблением, и который навлекает на себя гнев царя. Затем этот эпизод вернется в книге «Премудрости Соломона». Но прежде всего еще раз обратимся к этому элементу храмового убранства. Дело в том, что с течением времени этот змей стал предметом поклонения, и решающим фактором всегда являются паломники, потому что в храм приходят люди из разных стран, из разных городов, именно как паломники с определенной целью. Очень часто эти люди приходят в знак благодарности за полученное исцеление, либо чаще приходят за исцелениями. Поэтому люди, которых ужалила змея или одолевал какой-то другой недуг, приходили в святилище, и здесь им рассказывали легенды, потому что очень многое в религиозной жизни, с чем мы имеем дело, в действительности представляют собой те легенды, которые рассказывают паломникам, которые совершают определенное паломничество к святилищу или священное место. И вот здесь возникает как раз элемент злоупотребления, потому что на первый план выходит именно какое-то идольское значение этого предмета. Он становится просто амулетом, магическим предметом, который позволяет получить исцеление. И обращаясь к медному змею в пустыне, как некоему архетипу, мы можем с вами увидеть несколько очень интересных парадоксальных вещей, которые касаются самых мучительных вопросов, которые возникают у любого человека. Как добро и зло, как жизнь и смерть тесно переплетаются друг с другом. И змея – это как раз образ этой парадоксальности. Змея внушает страх, потому что змея причиняет смерть, она источник зла, поэтому в книге «Бытия» сатана предстоит именно в образе змея, но одновременно яд змеи служит лекарством. Греческое слово «фармакон», которое означает «яд змеи», одновременно означает и фармакологию, то есть то, что связано с исцелением. И до сих пор образ змеи, которая обвилась вокруг жезла, является символом медицины. Итак, этот странный, парадоксальный символ, образ того, как жизнь и смерть переплетаются в каком-то едином образе, очень интересно. Другая тема – это, конечно, терапия взглядом, исцеление, которое человек получает посредством взгляда. Если способность видеть или стремление видеть обладает такой исцеляющей силой, то, наоборот, когда человек предпочитает не видеть свет, не видеть правду, то есть он лжет, оборачивается смертью. Здесь тоже возникает очень необычный образ. Обычно змея прячется. Поэтому Моисей вынужден поднять змея на высоту для того, чтобы народ мог его увидеть. Поэтому речь идет о какой-то реальности, которая обычно от нас скрыта, которая таит в себе коварную опасность. И в тот момент, когда она явлена, открыта для всех, то она, оказывается, сильнее мрака и смерти, становится источником исцеления. И, наконец, третье появление змея в книге «При мудрости Соломона» дает нам ответ и комментарий на то, в чем был прав царь Езейкия. Потому что в чем разница между человеком, который свят и благочестив в своем почитании священных предметов от идолопоклонника. Потому что, как указывает автор книги «При мудрости Соломона», в действительности исцеляет не предмет, но исцеляет Слово Божие. Именно вследствие того, что Моисей создает его в знак послушания и в ответ на волю Бога, именно Слово Божие, которое действует через Моисея и обладает этой силой исцеления. Другое дело, что человек, склонный к долопоклонству, всегда склонен к обожествлению материальных предметов. Конечно, отдаленно это напоминает на знаменитую китайскую пословицу, когда глупцу пальцем показывают на луну, то он смотрит на палец, вместо того, чтобы видеть ту реальность, которая стоит за этим предметом, а иногда говорит сквозь него. И, наконец, может быть, все концы сходятся, и мы получаем парадоксальный ответ и полное откровение этой тайны в Евангелии от Иоанна, потому что в ночном разговоре с Никодимом, опять же, в этой обстановке ночи, неведения, Христос открывает тайну своего пришествия в этот мир, тайну своей смерти и воскресения, прибегая к образу архетипа медного змея. Вот так архетипы говорят только лишь в каких-то крайних предельных ситуациях, и тот, кто приходит за исцелением, получает его там, где исцеление может быть внешне похоже на смерть. «Как Моисей вознес змею в пустыню, говорит Христос Никодиму, так и должно быть вознесенну Сыну Человеческому, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Ту же самую истину говорит апостол Павел. В отличие от Евангелиста Иоанна, апостол Павел не злоупотребляет ярким языком метафор, образов, символов. Он говорит языком богословия. «Незнавшего греха Бог для нас отождествил с грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Эти слова, может быть, не совсем понятны, потому что они кажутся слишком абстрактными. То же самое, сказанное в Евангелии более образным языком, становится более понятным. В послании Галатам апостол Павел говорит о том, что Христос сделался за нас или ради нас «клятвой», то есть «проклятием», ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». То есть этот образ медного змея, который вознесен на древе, на древке, является знаком смерти, знаком проклятия. И Христос, который ради нас становится самим этим проклятием, то, что было причиной смерти, причиной погибели, Он берет это на себя для того, чтобы каким-то чудодейственным образом все это обернуть в источник исцеления и в источник жизни. И все это говорит о том, что то, как действует Бог, совершенно не похоже на то, как действуем обычно мы. Именно поэтому нам непонятно бывает. Исцеление мы получаем не в собственной праведности, а в тот момент, когда праведник Христос берет на себя наши грехи и через его праведность мы сами исцеляемся. И в Евангелии от Иоанна мы находим другой очень важный образ, который возвращает нас к эпизоду медного змея в пустыне. В момент распятия евангелисты цитируют слова пророки «Возряд на того, которого пронзили». Христос будет вознесен на высоту, так, чтобы весь народ увидел. И тот, кто увидит, а на языке евангелисты это означает «уверует», потому что мало просто слышать, важно услышать, мало просто смотреть, нужно увидеть. И вот те, кто возряд и увидят некую реальность, стоящую за этим, они получат исцеление и вечную жизнь. Таким образом, в Евангелии мы видим, как взгляд верующего человека, взгляд пророческий в свете Святого Духа способен различить за какими-то внешними реальностями источник исцеления, за реальностью осужденного на смерть висельника, который в глазах любого человека вызывает лишь омерзение и отвращение, увидеть невинного Агнца, который нас не обвиняет, но который становится для нас исцелением и сиянием той силы, которая исцеляет всякого виновного. На портале «Экзагиатру» с вами был пратерий Дмитрий Сазаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Пратерий Дмитрий Сазаненко